Иисусу слава! Аллилуйя! Как замечательно! Какая замечательная песня! И песня! Слава Богу! Большое спасибо, Тимур! Замечательно! Сегодня у нас пастор Сергей. Я правильно говорю? Да. О, красота! Поприветствуем пастора Сергея! Добрый день! Доброе утро! Слава Богу! Прекрасные, замечательные песни. Все радостные, довольные. Слава Богу! Отец Небесный, благослови, пожалуйста, сейчас эти мысли, Господь. Прикоснись к нашим сердцам, Господь. Славим Тебя. Более мы просим во имя Иисуса. Аминь. Всегда интересно, мне понравились вчера вот такие мысли про купальню, когда про Вефезду, про купальню, про больного. И вот это сравнение нашего общества, окружающих людей, что все испорчены грехом. И что, вот такая мысль была, без Нового Завета Библия становится полумистической, результат Каббала, или результат библейский код, или результат обрядности, или результат то, что религиозность, что мы загоняем себя, не мы, а те, кто идут этим путем, загоняем себя в рамки, выше которого невозможно выйти. А Иисус приходит и говорит, хочешь ли спастись? И что, религия не приводит ко спасению, а мы принимаем это спасение верой. И Господь это дает нам, когда Христос, Иисус Христос учится в каждое сердце. И у меня были с этим связанные мысли и деяния апостолов, когда апостол Петр в 10 главе, когда он молился, вошел в выступление, когда сошел с него как ковер на четырех сторон, и там была разная еда, но Петр говорит, я же не ел такое. И в 14 стих, там говорится, Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Ветхий человек, который, вот ветхая природа, которая в нас, она наша вот эта плодская природа, она борется против духовных принципов, которые Господь хочет дать нам. И здесь был вопрос, которым Петр был, другого мнения, чем Господь. Господь говорит одно, повери и ешь, и все, что я очистил, чисто, все, что я очистил, оно освящено и свято, но освящены через Иисуса Христа, вы святы передо мной. А здесь Петр был другого мнения. Он говорит, нет, Господи. Говорится, Господь хотел показать ему, вот эта обрядность, эта религиозность, к которой ты был привержен, надо сказать, нет этому. А Петр должен был понять это, что обрядные законы, которые запрещают есть, то, что Господь говорит, это чисто уже, что они отменяются, что у нас уже есть Новый Завет. Если убрать, как мы говорили вчера, интересно, что если Новый Завет убрать, тогда будет вот эта и обрядность, и Каббала, и все это будет, религиозность. Бог говорит, я очистил уже от этого. И то, что Бог очистил, оно уже не может быть не чистым. Петр, бери и ешь уже, питанься от меня с моего стола. Я даю, говорит, чистое уже. А Петр сначала возмутился этим. И многие, ну, до сегодняшнего дня, многие в сегодняшнем дне, они враждуют против Евангелия. Религиозный человек очень настроен против Евангелия. Настроен агрессивно против Христа и христиан. Писание что говорит? Писание говорит, что все спасутся верой. А те, которые привержены религиозности, они что говорят? То, что нужно делать какие-то дела, что нужно совершать какие-то поступки, что нужно добрыми делами провожить свой путь и иметь общение с Господом. И если ты сделаешь больше добрых дел, то ты будешь ближе к Господу. Какая глупость, какая ошибка в мышлении людей. И получается, что спасение? Так же, как вот здесь Иисус Христос, когда в Ефезде пришел, говорит, хочешь ли быть здоров этому больному миру? Он говорит, да, хочу. И Господь очищает. Господь не устанавливает никаких правил, а только поверит в Нему. И не надо нам устанавливать этих правил. Не надо нам придумывать никакой этой обрядности. И мы должны так же, как Христос принимает людей, мы так же должны принимать тех, которые Христос принял. Никто не является нечистим, если его очистил кто? Иисус Христос. И мы не отталкиваем их. И у нас каждый человек, который принял Иисуса Христа, мы относимся к нему с уважением, потому что он уже чист в глазах Иисуса Христа. Он в глазах Иисуса Христа святой, он оправданный. Но те, которые реликвозны, они не принимают этого учения. Они ставят под сомнение от спасения. Если не следуют за ними, не делают эти же шаги, они не идут и не принимают так, как они путем идут. То они рассмотрят на таких людей и думают, вы не в нашей группе. Как Петр сказал, нет сначала. И мы плохо переносим, когда человек думает, идешь с одной группой, и эта группа религиозная, и предлагается что-то иное, и предлагается просто вера. И тогда они говорят, нет, нужно исполнять что-то. Но Бог благословляет нас. Бог хочет, чтобы мы спаслись только верой. И Он хочет, чтобы мы шли за Ним, были наполнены Духом Святым. И как здесь же, в 10 главе, Петр потом услышал голос, который ему Дух Святой с ним поговорил. Он говорит, возьми и ешь. И потом пришли трое посланных слуг Корнилия, и он пошел за Ним, потому что он услышал голос от Господа. Он смирился с этим голосом, сказал да и пошел, чтобы Евангелие распространялось дальше. Господь посылает нас в этот мир, чтобы мы могли рассказать о нем. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Господу. Интересная мысль. Ошибка в формуле жизни. Вроде бы, Господь сам устанавливал закон, но он недостижим, поэтому закон превратился в смертоносную букву. Но рядом Господь дал жертву. Большое спасибо. Слава Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это чудо, Сына Твоего. Причем из этой жизни постепенно мы прозреваем и понимаем, что вообще Ты отдал Своего Сына еще до сотворения мира. Уже тогда все было совершено. И сейчас только предлагается поверить и открыть Себя. А в наше время Нового Завета Ты завершил все. Явил Себя на кресте Победителя Змея. Благодарим Тебя. Благослови сейчас наши размышления, веди нас, и мы благодарим Тебя, Господь, что Ты повсеместно даруешь нам эти удивительные опоры в вечной жизни сферу, в вечной жизни место, в вечной жизни и Слово, и Себя, и Церковь. Во имя Твоего, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Итак, у нас сегодня 27-е Слово посвящения по Евангелию от Иоанна. Итак, завершение 26-го слова, когда Иисус говорит, хочешь ли быть здоров? Там его любовь такая. Иисус может быть, все... Ну, я понимаю, что это то, что я говорю сейчас, может быть, это неправильно. Иисус пришел ко всем, но не все слышат, но не все приняли, но не все примут, но для всех Он будет вещать. И у него, как вчера в дискуссии Александр Терюхин говорит о том, что он приходит и говорит, хочешь ли... Он предлагает себя. Хочешь ли быть здоров? Больной, седьмой стих, отвечал ему, Господи, я не имею человека. И мы делали ссылку на книгу Иова, девятую главу, 33-й стих. «Я грешный, я грешный, на мне проказа. И нет у меня человека, который бы одну руку положил на Бога, а другой бы на меня». Что это было? Высказывание, да, молитва. О, Иов, молодец, ты за всех нас помолился. Господь радуется, когда мы находим эти связи, потому что это дух его ведет. Как в Евангелии от Матфея, 16-й главе, «За кого вы меня принимаете?» «Ты Христ стал Сын Бога Живого», говорит Петр. Петр, какой ты счастливый. У тебя открылась возможность слушать Отца. Больной, говорит, не имею человека, который бы сделал вот так, вот так, вот так. Причем донес бы меня туда, плюхнул в этот бассейн, и я бы тогда стал чистым. Смотрите, как Иисус говорит в 8-й стих. Он не обращает внимания на ту программу спасения, которую предложил ему этот человек. Он все упрощает. Встань, вот так просто, да? Ну, конечно, встань, возьми постель свою и ходи. Иногда у нас бывает «Ой, Господь нечист. Вот когда я очищу себя, тогда я приду и ты тогда меня очищай». А он спускается в те места, где тьма почти ад достает и говорит интересно «Ты прощен. у тебя теперь есть призыв иди». Почему? Новый Завет он сделал все, все совершил, Агнец все совершил. и теперь всякий человек, который принимает его завершенную работу, становится не только спасенным, но спасаемым каждый момент нашей жизни. Поэтому люди обращают внимание, да что вы все время Иисус, да Иисус, Иисус, да Иисус. Да потому что мне и здесь хочется, чтобы он был, и там хочется, чтобы он был. Он мне вручил Евангелие жизни, и я с ним иду. Какое Евангелие жизни вручил Иисус этому человеку? Казалось бы, что у этого человека есть свое свое. Своя собственность это постель его. Я думаю, в обыкновенном повествовании бы никто про постель не вспомнил. Встань и ходи. Возьми постель свою. О, я исцелен, тадам, беру постель свою. Он сказал, ходи, и иду с этой постелью. оказывается, постель-то задумал он. Постель у этого исцеленного стала фактором привлечения внимания людей. Кроме того, у них произошел диссонанс. В субботу на этом празднике они видят человека, который нарушает. Если бы этот человек шел без постели, ну, я не думаю, что он имел такой опрятный вид от этого времени, когда он лежал, никто бы не обратил на его более чем скромное одеяние. Конечно, было бы интересно видеть странного человека, который идет, склонил голову и смотрит на свои ноги, который шагает, он все время как будто бы эти ноги одеты в золотую какую-то обувь. И тут же у него эта постель. И был законный вопрос со стороны иудеев. Смотрите, иудеи, 10 стих. Потому что он нес постель, иудеи говорили исцеленному, исцеленного они не видят. Они увидят исцеление через некоторое время, но то и все равно будут пока что гнать. Сегодня говорят ему, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Ну, правильно? А что происходило-то в духовном смысле? Да я вообще иду в субботе, в самой главной субботе, в субботе покоя в Иисусе Христе. Всегда суббота наступила, время отдохновения. И это стало факелом, который горит вот уже две тысячи лет. Иисус предлагает, эй, труждающиеся и обремененные, придите ко мне, примите иго мое, отдыхайте, славьте, а он будет совершать действия свои для того, чтобы спасти и спасти и спасти еще других. не должно тебе брать постели. И этот исцеленный не говорит, ой-ой-ой, это ошибка у меня вышла. Ну, конечно же. Ну, не должно на субботу, ну, конечно, извините, я неправильно сделал. Нет! Он отвечал им «Кто меня исцелил?» Слушайте, меня исцелил он. Тот мне и сказал «Возьми постель твою и ходи». Вы понимаете, я связан с ним. Он приказал и моя болезнь пропала. Он меня исцелил, он сделал новое. и он же мне, а я ему доверяю. Сказал «Возьми постель и ходи». Встретились два мира. Один мир правил, которые становятся супер теологическими. Другой мир благодати и милости и любви сверх теологическими. В том смысле, что я получил удивительное откровение. И тут, кто меня спас, теперь я буду держаться. и практически он делает так, что фарисеи, законники, книжники, у них это становится тем, что страшно звучит в их жизни определенных правил. «А должно было бы…» Смотрите, ну да, закон же дан был. По закону он не должен был нести эту постель. Закон был дан, да, а он чист. Он использовал агонца. Нарушение закона требует, чтобы человек принес жертву. А он не только принес жертву, сам того не знает. Он еще и ходит во свете праведности, покоя, счастья. Он не идет с этой постелью, оглядываясь не… Ну, надо же мне… Вот этот человек сказал, сегодня суббота. Ну, чего он сказал? И теперь я должен нести эту постель. Как бы хорошо было, если бы он не сказал этого, я бы сейчас спокойно шел, поклонялся вам. Да он, у него все поменялось. Он пошел омытыми ногами, который омыл от его греха, от власти греха. греховности. его исцелил от этой пандемии греховности. Вы скажете, ну, еще же не произошло. Ну, наверное, говорит у нас законник. А суть заключается в том, что даже в Ветхом Завете тот, кто нарушал закон и законом был приговариваем, ему Бог говорил, возьми жертву. Где это произошло впервые? Возьми жертву. Бытие четвертая глава, когда Авель, услышав, как за отца и мать сам Бог принес жертвенное животное невинное. Люди тогда не ели животное, только после потопа и климат изменится, и диетология изменится, стол. И вот на глазах у этих предков отца и матери была принесена жертва, чтобы одеть их. И эти одежды новые были такие роскошные. А в Новом Завете нам также говорится – облекитесь в Иисуса Христа, облекитесь в жертву Иисуса Христа, как эти два завета, они вообще сходятся. И Новый Завет славит Бога. Ветхий Завет славил Бога. Ты сам не можешь исполнить жертву. И то, что в четвертой главе говорится, какая замечательная вещь. Она, ну, можно сказать, звучит непонятно, а в русском языке непонятно. А на иврите, не то, что я знаток иврита, но вот когда впервые стал изучать эти слова иврите, то меня потрясло. Айин, Авель, он стал приносить агнезов. Потому что вот на основании этого Бог их оставил жить. На основании этого Бог разговаривает. И Авель стал приносить, и вся семья стала приносить, и Каин тоже. Но потом Каину захотелось отмежеваться от этого. Он тоже трудится. И тоже у него и плоды есть, и его труда. Почему бы не принести свои дела Богу? И он принес. И Бог дал ответ. жертву Авеля он забрал, принял. А вот эти приношения Каина нет. Каин смотрит на алтарь Авеля. Там все в порядке. А на его алтаре увядают, просто увядают овощи и фрукты. Ему стало плохо. И Иисус объясняет ему в 7 стихе, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А что такое означает поднять лицо? Господи, благодарю тебя, я счастлив. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Что это означает у дверей грех лежит? А у каких дверей? грех препятствует нашему общению с тобою. Но там, где грех, я со своей стороны, Господь объясняет. Это слово хата – грех. Но также хата – это жертва за грех. Итак, ты совершил неправильно, я тебе сразу даю и жертву. ты жертву прими и властвуй над грехом. Здесь написано у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Влечет к себе грех, а господствуй жертвой. И когда наш герой в пятой главе идет, я бы так, я думал, наверное, идет, поет песню, все празднуют, он празднует вообще, люди вы даже не представляете. К нему подходят те, которые решили его осудить и говорят, ты чего, ты суббота, ну ты что делаешь? Он смотрит на них, а, заметили, какой он хороший предлог. Я вам расскажу про того, кто исцелил меня. Поправляет там эту постель. Я сейчас вам расскажу такое. Он пришел, увидел меня, спросил, хочешь ли быть здоров? Да пробовал уже сколько? Не могу. Нет у меня человека, который бы одну руку положил на Бога, другую бы на меня. Он говорит, ну встань, я пришел, в чем дело? Возьми постель свою и ходи. И он несет не постель, только. А он несет слово Бога. Он меня, Господь меня исцелил. Я его еще не знаю. Но он мне сказал это сделать, и я это сделал. Я даже и не думал, что благодаря тому, что буду нести эту постель, стану такой популярным. Они говорят, кто 12 стих, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. И соленый же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Ах, как жалко, что я его не знаю, но все равно они могут видеть. Помните, в 9 главе Евангелия от Иоанна, когда Господь слепорожденного исцеляет. И похожая история. Толпа идет. Это суббота тоже была. Что делает Господь по субботам? Спасает. Он стучит в двери любимых людей. И он будет еще до самой смерти каждого человека стучать. Об этом говорится в книге Откровения в 3 главе. Вот я стою и стучу. Куда стучишь, Иисус? В дверь церкви. Там не хватает меня. Там не хватает моего исцеления, моего слова, моего характера, моего агнца. Там не хватает я стучу. И кто откроет дверь, с тем я буду вечерять. Я с ним, он со мною. Этот человек идет и практически уже на праздники жизни для слепого человека, которого он исцелил в 9 главе. Посмотрите, какие чистые мысли у него. Он говорит, вы меня уже который раз спрашиваете? Вы, тоже хотите стать его учениками, да? Да? У него чистые мысли. У него нет того, чтобы он говорил, ой-ой-ой, сейчас у меня будет неприятно. Родители от него отреклись. Вместо того, чтобы радоваться, что их сын прозрел, они сказали книжникам, фарисеям, которые хмуро смотрели на этого человека, они сказали, ну, сыну наверное сказали, ну, ты что делаешь? Ну, он уже в совершенном возрасте с ним сами, а мы здесь ни при чем. Этот человек был уже свободен. Его постель, которую сказал Господь неси, это было Его Слово. Это была дверь входа в Евангелие. Это обращение к людям на празднике задумал сам Иисус. Он не сделал так, что я понимаю, что сегодня суббота, ты встань, постель оставь здесь, и я позабочусь о ней. Иди. Никаких неприятностей не будет. Иди, приходи в свой дом, радуйся. Нет. То же самое с нами происходит. То же самое происходило с лаодикийской церковью, они сначала радовались во Христе, вероятно, потому что это золотой светильник, одна из семи церквей, которых и период церковного времени. Когда церковь стала достаточной, она превратилась в социум, как вот есть социальные сети, в которых люди о чем угодно говорят. А этот человек идет пробуждать. Когда, например, я смотрю на первый псалом, я вижу двух людей, между ними нету связи. Один человек грешит, и он, как перекати поле, его ветром туда-сюда дует, он везде ненужным. А другой человек день и ночь в законе, и он, как дерево посаженное при водах Духа Святого, в отдых жизни. Я так подумал, а ведь здесь не хватает нового завета. А вот мы и есть первый псалом. Мы изучаем слово, приходим в церковь, радуемся, потом мы переполненные идем и несем это слово, которое способно спасти всякого. Ко скольким людям в тот день прикоснулся Иисус через этого носителя Евангелия освобождения. когда в тринадцатом стихе говорится «А исцеленный же не знал, кто он, что ему необходимо было просвещение, чтобы Дух Святой продолжил». Там Иисус сказал в первой встрече «Встань, возьми постель, ходи». И он всё сделал. И оказалось такое, он так правильно сделал, что поверил его слову. Это вообще, вы знаете, мы всегда так правильно делаем, всегда так правильно делаем, когда верим ему слову. Это всегда открытая дверь и открытая дорога. В семейных ли, с коллегами, на работе, в жизни нашей страны. Если мы доверяем Слову Божьему, мы всегда выигрываем, даже если кто-то и будет ворчать. Потому что мы сказали это слово и будем снова приходить. Как например в той притче в Евангелии от Луки, которую рассказал, по-моему, от Луки, Господь рассказал о хозяине сада и о его работнике. Хозяин сказал, вот эта смоковница не плодоносит, сруби ее. А садовник сказал, я еще потружусь над ней. год буду трудиться и если потом не принесет, тогда срублю. Там он обозначил это, когда он срубит. И берем нашу жизнь. О, год прошел, я живой. ба-бах, и человек упал. Что будет Иисус делать? Я еще потружусь, а потом еще, а потом еще, как в восьмой главе Евангелия от Иоанна. Этот человек не знал в пятой главе. Смотрите, как, чтобы узнать, кто такой Иисус, четырнадцатый стих. потом Иисус встретил, ну, давайте мы расширим это. Он положил свою постель где-то, вероятно, дома, вот, и пошел в храм. Ну, куда же идти ему? Он сейчас не парализованный, он сейчас может ходить, у него сейчас праздник такой в сердце, и он хочет засвидетельствовать свое почтение, прославить Господа. Он идет в храм, и его встречает Иисус. Авраам победил там десять царей, возвращается и на дороге сначала его царь Содомский, Гоморский встречает, пытается войти в контакт, подожди, Ада, подожди, подожди, Мелхисадак его встречает, Иисус Христос, его христофание, явление Христа еще до его воплощения. Он здесь пришел в храм и его встретил в храме Иисус и сказал ему, «Ты выздоровел, ты выздоровел, у тебя новая жизнь, не возвращайся к тому, что было, ты выздоровел, не греши больше». Мы, как грешники, спасаясь и читая вот этот отрывок, можем сказать из-за страха. Мы же были бечуемы всеми этими привязанностями и так далее, мыслями. наш мозг был забит тем, что мы воспринимали из этого мира. И вот он нас исцелил. Мы такие радостные. Встречаемся с ним и он говорит, «Не греши больше». И только когда мы развиваемся в его природе, он, мы понимаем, что «Не греши больше», тебе дана власть не грешить больше. А если бы ты даже и согрешил, это не означает, что вот эти слова «Да ладно, ты спасенный!» Греши. Нет! Нету ничего прекраснее Иисуса. Никакой грех не может сравниться. Никакая привязанность, алкоголь, наркотики, распутство и так далее не могут с этим с ним сразиться или же сравниться. Ты выздоровел. О, слава Господу, я выздоровел. Не греши больше. Он так и сказал, помните, в восьмой главе женщине, которую специально подстроили для того, чтобы она прожила в грехе определенное время той ночи и схвати, у них была подстава сделана. Кто-то там из знакомых решил по их наущению вступить в связь. Они захватили ее, приволокли в храм, то есть в храмовый двор, где Иисус сидел и учил. В покое и все, кого он учил, тоже в покое. И они гречат, и белокутые и гречат. Вот Моисей говорил нам, что таких, как она, нужно побивать камнями. А ты что скажешь? И он продолжает писать. Ну, что ты скажешь? Надо было почитать, что там написано. Когда-то я думал, может быть, там написано Иеремия 2, глава, там 12 стих, напишу их имена на песке. А потом мы с одним пастором разговаривали. Он говорит, а я уверен. Он написал благодать на благодать. И он эту благодать дарит преследователям, судьям той женщины. Кто без греха, ну, бросай камень? И никакие камни в ее сторону не полетели. Правда, вот они взяли и ушли. Вместо того, чтобы сказать, надо же, как он попал в нас. Мы же участвуем в этом заговоре против него. Да он мессия. нет, они бросили камни и ушли. Не получилось. Женщина стоит, ждет приговора теперь от него. И он поворачивается и говорит, женщина, тебя никто не осудил? Нет, господи, я тебя не сужу. Иди впредь не греши. Похожая фраза. Как-то один брат из другой церкви на споре по поводу благодати сказал, но он же ей сказал впредь не греши. А если согрешит? И вот здесь я так подумал, мы же слышали слово, и я тебя не осуждаю, ты свободна, и я дарую тебе власть над грехом. Как об этом написано в послании к Титу во второй главе в 12 стихе, что нам дарована спасительная благодать, и эта спасительная благодать потом нас учит в нашей жизни говорить нет всякому греху. Иногда говорим, иногда к сожалению. Опять обращаемся, и он говорит, что чтобы не случилось с тобою чего худшего или хуже. Я так подумал, а что может хуже быть? Да, он болен был этой болезнью греховности. Теперь Господь его исцелил. А вы знаете, когда человек снова грешит, вступает, то он вступает в обитель своего грешника. Этим грешником является наша адамическая природа. А вот там уже издевается сатана над нами. Потому что адамическая природа связана с человеческой мудростью, земной, бесовской. И там идут нападки на того, кто исцелил. Поэтому в послании Колоссянах 1 глава говорится с 19 стиха по 22 стихе какой высокий, замечательный Христос и так далее. Вот он все сделал, все сделал, нас исцелил. Оставайтесь в этой вере, вы будете так думать. А потом написано «Если вы ходите в вере, а если нет, не удивляйся, ты в это верить не будешь». Когда человек говорит, что спасенный человек Иисусом Христом может потерять свое спасение, он под страхом собственного греха. это не доктрина Святого Духа. Доктрина Святого Духа это то, что Иисус говорит во втором послании к Тимофею во второй главе в шестом стихе, по-моему, если кто неверен, то есть отступил, Бог Иисус продолжает оставаться верным. Посмотрите, вот в этом эпизоде мы видим снова, как ту женщину самарянку, которая прибежала в свой город и сказала «Этот человек там все сказал обо мне, что я натворила». А чего ты такая счастливая? Я свободна от этого. Иисус встретил его в храме и сказал ему «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Какая радость! Слава Богу! Он не вышел оттуда ой-ой-ой-ой-ой! Там будет или нет. Он вышел удивительным человеком, преображенным. И этот преображенный человек хочет поделиться со всеми. Этот человек не предает Иисуса Христа. Пастель, которую он стал нести, это было повеление, вернее, призвание Иисуса, чтобы он потом начал. Никто, который лежал где-то в этих пяти крытых ходах, ожидая чего-то придуманного, и вдруг он становится евангелистом. Самарянка этот человек. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это чудо. Чудо твоего слова. Ты, когда с нами разговариваешь, ты исцеляешь и даруешь нам это слово. И мы несем. Из всего, что встречается в нашей жизни, мы превращаем это в Евангелие, спасение. Благослови. Может быть, среди тех, кто слушает это слово, есть человек, который не знает Иисуса Христа, как своего Спасителя. Примите его. Скажите, дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя. Прости мои грехи и спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи меня Твоему слову. Я верю в Тебя, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос. И во имя Твое я молюсь. Аминь. 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 Продолжение следует...